Заметки электрика Звонит мне буквально на днях один заказчик, а даже не заказчик, он знакомый мой, можно даже сказать сосед бывший И просит помощи в ликвидации неисправности С его слов у него в щите сработал автоматический выключатель на 25 ампер И пропало электричество в ванной комнате и на кухне В общем по прибытию я увидел в щите тот самый автомат на 25 ампер Автомат действительно находился в отключенном положении, что было видно по его рычажку Стоял некоторый запах гари в коридоре И соответственно мой взгляд сразу упал на ближайшую распределительную коробку Находящуюся прямо над щитом В ней я обнаружил вот такую следующую картину Выгорело все тут Кременький пластиковый Так Как видите пластиковые зажимные колодки были полностью расплавлены А с помощью них было произведено соединение медных и алюминиевых жил Вот видите здесь медный заходит у нас в эту сторону Здесь выходит уже алюминиевый Да, скажу сразу, что данный вид соединений вполне допустим папуэ Но само качество соединения оставляет желать лучшего Скорее всего из-за текучести алюминия В первую очередь ослаб контакт в этом месте Что привело соответственно к нагреву Кстати нагрузка была больше чем обычно Потому что было отключение газа И люди активно пользовались в течение нескольких дней нагревательной плиткой Соответственно при увеличенном токе нагрузки И ослабленном, соответственно, ослабленном контакте Это место соединения начало греться Все больше и больше От температуры, соответственно, поплыли наши вот эти клеммники До тех пор, пока не произошло короткое замыкание Соответственно, от чего и сработал автоматический выключатель в щите Кстати, у меня есть подробный эксперимент Который я имитировал на стенде При каком итоге уже можно получить вот такие подобного рода серьезные последствия Также считаю, что здесь изначально была ошибка в том Что на такую мощную нагрузку Соединение жил в распределительной коробке Были сделаны с помощью вот таких винтовых клемм Ведь ни для кого не секрет Что площадь контакта у этих клеммников очень маленькая Прожимаются они достаточно плохо То есть их нужно постоянно обслуживать Проводить осмотры, ревизии, протягивать клеммы Лично я такие клеммы в данное время вообще не применяю Раньше, когда не было клемм ВАГа То устанавливал их на линии освещения Да и то в исключительных случаях Вот, собственно, мы перешли и к следующей ошибке Это то, что на защищаемой линии Где минимальное сечение жил составляет 2,5 квадратных миллиметров по алюминию И 2,5 квадратных миллиметров по меди, кстати, тоже Был установлен автоматический выключатель с номиналом аж на 25 А Даже если бы эти соединения должным образом обслуживались, протягивались, осматривались То была бы большая вероятность того, что при относительно больших токах нагрузки У нас начинал бы греться непосредственно сам кабель Сами жилы проводников Из-за значительного превышения их длительно допустимого тока Помните, я вам подробно рассказывал и показывал о том, какой номинал автомата должен быть выбран для определенного сечения кабеля Кто забыл, то переходите на мой эксперимент И посмотрите, при каком токе, до какой температуры нагреваются как медные, так и алюминиевые кабели А теперь устраняем неисправности Сначала пришлось обрезать в коробке все сгоревшие части жил и оболочек кабелей При этом оставшиеся жилы получились достаточно короткими Соединять жилы медного и алюминиевого кабелей я решил с помощью гильз ГМЛ Правда, при этом пришлось залудить все медные кончики Перед тем, как вставить их в гильзу Оставшиеся пространства гильз, естественно, что я заполнил обрезками медных луженых жилок Затем опрессовал гильзы с помощью своих пресс-клещей и заизолировал их Да, немножко здесь перестарался Можно было бы сделать два жима Я там сделал поболее сверху изоленты Я еще дополнительно сверху надел, усадил термоусадочную трубку Вот так вот у меня все получилось Аккуратно уложил все жилы кабелей в коробку Вот, в принципе, и готово Заранее предвижу, что в комментариях возникнет дискуссия Поэтому сразу внесу пояснение Вообще методов соединения алюминиевых проводников с медными предостаточно Ну, в первую очередь, это всем известно и распространенное И наиболее простое Это болтовое соединение Через, соответственно, стальную шайбу Проводники при этом скручиваются колечком Далее, это опрессовка, как в моем случае Также могут быть использованы и клеммы ВАГа и так далее В данном случае я использовал гильзы ГМЛ Это гильза медная луженая Предположим, что слева у меня медный проводник Справа у меня алюминиевый Естественно, медный проводник необходимо залудить В моем случае медный луженый проводник Стыкуется с алюминиевым Ну, предположим, что это у нас алюминиевый проводник Непосредственно по всей длине гильзы Ну, естественно, что свободное пространство гильзы Оно у нас добивается также луженым медным проводником Так что же происходит при соприкосновении двух разных проводников тока? Каждый проводник тока обладает определенным электрохимическим потенциалом В справочниках имеются специальные таблицы электрохимических потенциалов Которые показывают величину возникающего потенциала между соединенными проводниками Здесь сразу внесу оговорку, что виновником разрушения контактов является вода или пары воды То есть, если вода попадет между двух металлов То образуется у нас короткозамкнутый гальванический элемент Начинает течь ток и разрушается один из металлов То есть, один из проводников Так вот, в моем случае как раз таки применяется соединение алюминий Оловянно-свинцовый припой и медь И все это наше соединение еще дополнительно сверху прессуется луженой гильзой И еще здесь добавлю один немаловажный момент Как я уже говорил, пагубное влияние на любой вид соединения Даже это у нас идет просто медь с алюминием Или это у нас луженая медь с алюминием Это идет воздействие влаги В моем же случае данное соединение получается полностью герметичным То есть, у меня идет сначала слой изоленты Первый слой изоляции, это у нас изолента А сверху уже надета, применена термоусадочная трубка К тому же, данная распределительная коробка установлена в коридоре В обычной квартире Это является абсолютно сухим помещением Это у нас даже не ванная комната Это у нас не какие-то уличные условия Это у нас абсолютно сухое помещение А потому данный вид соединения вполне уместен Если все-таки не доверяете и боитесь данному способу То есть вариант Это соединить два проводника не всей площадью контакта А соединить их в стык То есть, сделать Ну вот примерно Здесь наполовину и здесь наполовину Вот таким образом Какой для меня минус? Это то, что площадь непосредственно контакта будет немного меньше Но ничего страшного В принципе, данный способ Он, кстати, как раз таки и схож с гильзой ГАМ То есть, это гильза алюма-медная Там такой же принцип Половина гильзы у нас идет Медная, мы туда вставляем медный проводничок до середины Ну там перегородка даже внутри есть А с другой стороны у нас она алюминиевая То есть, соответственно, мы сюда вставляем алюминиевый проводник И производим опрессовку Далее я решил завести с хозяином квартиры диалог Про замену электропроводки в данной квартире Хотя бы даже не заменять всю электропроводку Если там у него уже ремонт сделан Это само собой разумеющееся Но хотя бы провести ревизию всех распределительных коробок в квартире Посмотрите на них сами Коробки просто огонь В прямом и переносном смысле этого слова Ну в итоге мне так его убедить и не удалось Мы лишь договорились, чтобы произвести замену автоматического выключателя Естественно, что в эту линию нам необходимо установить номинал автоматического выключателя По самому наименьшему сечению жилы То есть в этой цепи А самое наименьшее сечение жилы у нас в этой цепи Это алюминиевая жилка с сечением 2,5 квадратных миллиметров Соответственно, номинал автоматического выключателя в нашем случае Не должен превышать 10 ампер Ну и вернемся к нашему девизу Зачем что-то менять, когда все работает без нареканий И действительно, зачем что-то менять, что-то делать Когда все и так действительно работает без нареканий Ну правда, до поры до времени, как показывает практика Вот такие ошибки при соединении жил проводов и кабелей Могут привести к таким последствиям Хотя, на самом деле, могло быть и гораздо хуже На этом, пожалуй, все Вот такое было небольшое видео Кому оно понравилось, ставьте лайки Обязательно подписывайтесь на канал Если у вас есть какие-то вопросы по теме данного видеоролика То, пожалуйста, к вашим услугам форма комментариев Всем спасибо за внимание С вами, как всегда, был Дмитрий Автор канала Заметки Электрика До новых встреч